Есть такая профессия – родину защищать. В Чите пройдет третий краевой слет кадетских и казачьих классов. Подробнее об этом расскажет мой коллега из телекомпании «Альтес» Антон Пак. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте, коллега. В течение трех дней ребята со всего Забайкаля проявят себя в соревнованиях на полосе препятствий, сборке автомата и стрельбе. В рамках слета пройдет конкурс строевой подготовки и встречи с членами Союза десантников и ветеранами погрануправления. А теперь к другим темам. Горожане совсем скоро увидят дома офицеров таким, каким его видели четинцы еще в 40-х годах. Здание Адара, не видевшее капитального ремонта 28 лет, вновь предстанет в своем первозданном историческом виде. В Египте существует поговорка «все боится времени, а время боится пирамид». Но и на них остались следы всех прошедших веков. Так что нет ничего удивительного. Настает время, когда приходится ремонтировать, подкрашивать любое строение. Здание Адара было построено в 1940 году. А забор, окружающий парк в этом году отметил свое столетие. Парк где? И ходили вот на танцы сюда и сюда переходили. Было очень зелено там. Все, танцплощадка была. Сейчас зелени меньше гораздо осталось. Со временем поблекли краски, местами потрескались статуи, на фасаде обвалилась лепнина. Капитального ремонта дом офицеров не видел уже 28 лет. Средства на ремонтные работы были найдены только в этом году. Придание фасаду его исторического вида – это только видимая всеми горожанами сторона реконструкции. Не так давно был открыт отремонтированный камерный зал, исторически названный «Голубым». Мы начали обустраивать дом офицеров три года назад. Там были интересные находки. Например, когда устанавливали какие-то малые формы, выкопали японский патрон от японского карабина. Показывали специалистам. Патрон боевой, не использованный. Показывали нашим друзьям из службы ракетно-артиллического вооружения Сибирского военного округа. Нам было сказано, что это патрон карабина времен гражданской войны, когда здесь японцы были. Передали мы в музей, в наши военно-исторические музеи. Кроме того, нашли кельму, это вот строительный инструмент. Мы определили, что форма этой кельмы, она до 50-х годов использовалась такая кельма, дальше уже другие пошли. Поэтому с 90-процентной уверенностью можно сказать, что в этой кельме возводился дом офицеров. Антон Матушевский, Дарья Пьянникова, Виталий Литвинцев. Время новостей. Внести свой вклад в строительство шахматного парка по сей день может каждый четинец. Сегодня здесь прошла очередная акция по пересадке деревьев. Много ли добровольцев приняли в ней участие, узнавала Марина Кузнецова. Сказочный шахматный парк открыл свои двери 1 июля этого года. Только вот не все запланированное к тому моменту удалось осуществить. И работы в зеленом уголке нашего города продолжаются по сей день. Это одно из немногих мест в центре Читы, где в окружении жилых домов сохранился маленький сосновый бор. И по проекту ни одно дерево здесь не будет срублено. Поэтому, укладывая дорожки, рабочие не трогают многолетние сосны. А вот черемуху и яблоню, вставшие на пути, приходится пересаживать. У нас здесь принципиальная позиция, что деревья это, наверное, плод все-таки нам внести что-то свое, какой-то личный вклад. И я думаю, если нанять дядю, который выкопает ямку, пересадит это дерево, мы никакого отношения к этому парку, к этому дереву не сформулируем. Мы не сможем потом объяснить ребенку, почему надо дорожить им, потому что нельзя там веточку надламывать и так далее. Эта акция уже пятая по счету. Недавно деревья с центральной аллеи помогли пересадить молодые железнодорожники. Сегодня пришли те, кто сам решил внести свой вклад в строительство парка. Правда, всех желающих можно пересчитать по пальцам. Пенсионерка Людмила Георгиевна увидела объявление на подъезде и не осталась равнодушной. Я с внучкой здесь часто бываю летом. Мы же рядом живем, это парк возле нашего дома. А Вячеслав пересаживать деревья решил всей семьей. Здесь его жена и семилетний сын, который впервые в жизни работает лопатой. Костя, скажи, что ты тут делаешь? Копаю. А зачем? Чтобы посадить дерево. Сделать хорошее дело в городе. Дети у нас тут сами копают, сами здесь играют, поэтому считаем, что это хорошим делом и долгом поработать немного для своих же детей, для чужих детей, для нашего города. Уже пересажено около 30 деревьев, которые хорошо прижились на новом месте. Весной здесь планируется посадка молодых саженцев. В целом же работы в шахматном парке еще немало. Сегодня рабочие укладывают плитку, в ближайшее время будут установлены круговые лавочки на центральной аллее, а вот шахматные фигуры убрали до весны. На строительство парка затрачено около 11 миллионов рублей. Пять из них в небюджетные средства, а шесть выделила администрация города. Но инициаторам строительства предстоит еще найти деньги на шахматную аллею, чайный сервис и на освещение. Поэтому каждый чатинец по-прежнему может помочь сделать свой любимый город более привлекательным и уютным. Марина Кузнецова, Сергей Рычков. Время новостей. Марина Кузнецова, Сергей Рычков.